Всем привет! Сегодня 25 июля. Московская область. Начал массово созревать урожай перца. Я сегодня вам хочу рассказать о 11 сортах, которые я выращивала в сезоне 2019. Сорт сладкого перца Леся. Выращивала я его в теплице. Растения среднеросла. Если будете выращивать в открытом грунте, то будет низкорослый куст. Среднеспелый сорт. Плоды в биологической спелости ярко-красного цвета. Оригинальной такой каплевидной формы. Можно сказать, что даже сердцевидные. Толстостенные, плотные, сочные, сладкие, очень ароматные, вкусные. Кожура блестящая. Сердцевинка гладкая, без ребер. Я его, конечно же, опробовала. Очень хорошо он подходит для фаршировки. Для салатов он будет, конечно, жестковат, потому что стеночка очень плотная. И хорошо будет в лечо. Этот перец у меня созрел на кусту. Достиг своей полной биологической спелости. Поэтому с него будут собраны семена. Очень понравился мне этот сорт. Рекомендую. По вкусовой оценке он у меня идет на 4-5 баллов. Сорт айварский. Я выращивала в теплице. Среднерослое растение. Среднеспелый сорт. Плоды удлиненные коносовидной формы. Длиной около 15 см. Биологической зрелости. Красные плоды. Мякоть сладкая. Я хочу сказать, что очень сладкая, сочная и очень ароматная. Без наявящего, такого перечного запаха. Но в то же время и он очень ароматный. Толщина стеночки до 6 мм. Применяется он для запекания. Я, собственно говоря, и сажала его только для запекания и дальнейшей заморозки. Чтобы делать такие овощные рагу уже зимой. Хорошо пойдет и для консервации, и для свежего потребления. И, как я уже сказала, просто для заморозки. Отличный перец. Он мне понравился. Я соберу с него обязательно семена. Вкусовая оценка этому сорту 4,8 балла. Отличный сорт. Рекомендую. Перец сладкий. Сорт маркони. Тоже выращивался в теплице. Растение среднерослое. Среднеспелый сорт. Вес плода может достигать и до 300 грамм. В длину может достигать и 30 см. Биологическое спелости желтого цвета. Цилиндрическая форма. Крупная. И толщина стеночки примерно 3-4 см. Вкус ароматный. Сладкий. Но если сравнивать с сортом маркони с айварским, то айварский сорт будет слаще. Но здесь тоже очень приятный вкус. Ароматный. Тоже я его высаживала для запекания на мангале с дымком. И последующие его заморозки. Также его можно применять и в консервации, и в свежем виде. Он очень хорош. Тоже будут собраны семена. По вкусовым баллам я ему даю 4,2 балла. Сорт сараксари. Выращивался в теплице. Растение среднерослое. Раннеспелый сорт. Плоды кубовидной формы, но встречаются и плоды удлиненные. Они все разные. Гладкие, крупные. Могут достигать и 200 грамм. Мясистые. В биологической спелости оранжевые. Можно снимать спелости, когда он желтый, с загорелым бочком. По вкусу мякоть сочная, сладкая. Аромат и вкус перечный. Очень слабо выраженный. Толщина стеночка до 1 см. Очень хорошо хранится. Дружное созревание. Сразу можно с куста снять 6-7 перчин. Растет он макушками вверх, как свечи. Видно, что стенка довольно-таки толстая. Как я уже сказала, что он очень хорошо хранится. Очень хорошо дозаривается. Применение его, мне кажется, все виды консервирования. Также его можно и в свежем виде употреблять. Хороши и для фаршировки. И очень хороши для продажи. Потому что они, как я уже сказала, очень хорошо хранятся. Перец по вкусу. Я ему даю 3,8 балла. Насчет собирать семена я буду с него или нет, я еще думаю. Внешне он очень красивый. Но на вкус есть перцы и повкуснее. Перец сладкий, сорт Рамира оранжевый. Я его выращивала в теплице. Между прочим, он больше всего подходит для выращивания в теплицах, потому что он средне-поздний. Плоды заостренной удлиненной формы, с тонкой хрустящей кожурой. Вкус нежный, сладкий. Между прочим, оранжевые мне показались. Плоды сочнее и нежнее, чем, допустим, Рамира красный. При этом у него также тонкие стеночки от 3 до 5 миллиметров. Семян очень мало. Отлично подходит для запекания, для свежего потребления в свежих салатах. И просто так похрустеть. Очень сладкий. Мне он понравился. По вкусовым баллам я ему даю 4,5 балла. Также я буду собирать с него семена. Отличный перец. Перец сорт Рамира красный. Характеристики у него такие же, как и у оранжевого, только красный цвет. Я его выращиваю уже второй год. Нравится мне этот перец. По-моему, я не сказала один момент, что его нужно, конечно, подвязывать. Потому что растение очень высокорослое и очень хрупкие стебли. Поэтому его нужно, как и томаты, подвязывать. Тоже стеночка очень тонкая. Для запекания прекрасно. И просто поесть тоже отличные. Сладкие, хрустящие. И за его тонкую стеночку он и ценится в кулинарии. Сорт Альма Паприка. Растение низкорослое. Среднеспелый сорт. Я его высаживала специально для приготовления паприки. Потому что это один из самых лучших сортов для сушки, измельчения и приготовления приправ. Сначала плоды кремово-белого цвета. Затем они становятся оранжевые. И уже в биологической спелости они блестящего красного цвета. Перцы формой округлой. С толстыми стенками. Мякоть сладковатая, хрустящая. И в описании написано, что имеет легкую остринку. Но на самом деле у меня перец вырос абсолютно обычный сладкий перец. Без остринки. Здесь видно, что стеночка действительно толстая. Но вкус и запах у этого перца нейтральны. Я все-таки рассчитывала для классической паприки иметь более выраженный перечный запах, аромат. И вот эту остринку. Но на самом деле никакой остринки не выросло. Обычный перец. Я все-таки рассчитывала чего-то большего от этого перца. Паприку я, конечно, с него попробую сделать. Но я в этом перце разочаровалась. В следующем году я его не буду высаживать. У меня есть похожий сорт. Это яблочный спас. Он намного крупнее. Стеночка у него даже потолще, чем у этого сорта. В общем, ничего особенно в этом сорте нет. Сорт сладкого перца яблочный спас. Выращиваю его уже второй год в теплице. Растение низкорослое. Куст сомкнутый. Среднеспелый сорт. Плоды округлые, гладкие, плотные. Биологическая спелость. Они красные. Толщина стенки 1 см, мне кажется, и больше. Мякоть сочная, сладкая, ароматная, без горечи. Применяла я его в лечо. В консервации он очень хорошо подходит. И для фаршировки тоже будет отлично. Семян достаточно много. И посмотрите, какая у него стенка. Очень толстостенный. И просто в свежем виде похрустеть будет отлично. Так посадить не как основную культуру, а для разнообразия почему бы и нет. Об этом перце я ничего не могу сказать. Потому что высаживала я его как гибрид гигантороса. Но ни растения, сам куст, ни плоды совсем не соответствуют этому гибриду. Это обычный красный перец. В общем, пересорт. И по вкусу он самый обычный. И по внешнему виду. Вот обычный перчик для фарширования. Разочаровано. Сорт сладкого перца питон. Выращивала в теплице. Растение раскидистое, около 1 метра. Раннеспелый сорт. Сначала плоды зеленые, потом приобретают красный цвет, глянцевый. Сами плоды длинные, около 20-27 сантиметров. И весом примерно около 60 грамм. Форма хопотовидная. Имеется складочка возле плодоножки. Стенка у него очень тонкая. Это максимум 3 миллиметра. Практически по всей длине плод занимает семена. Очень сладкий, ароматный. Этот сорт идеальный для паприки и для цельноплодного консервирования. Хороший перец. Мне понравился. И еще забыла сказать, что он очень плодовитый. То есть на кусту его очень много. И декоративно смотрится. Среди зеленых листьев вот такие красные, красивые, глянцевые плоды. Мне понравился. В следующем году я его тоже высажу. И напоследок осталась такая кроха. Это острый перец. К сожалению, не могу назвать вам сорт. Выращивала его в прошлом году. Собрала семена. В этом году у меня уже вот такой урожай. Этот перец низкорослый. Выращиваю его в открытом грунте. Он очень компактный. Перчинки макушками растут вверх. Очень декоративно смотрится. И он очень и очень жгучий. Такой перчинки хватит на очень большой объем консервации. Нравится перчик. Смотрится и растет очень декоративно. И в засушенном виде он очень красиво смотрится на веточке. Вот такую красоту я выращивала в этом году. Если вы знаете вкусный, с оригинальной формой, красивый перец, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь найти этот сорт и вырастить. Потому что я люблю необычные перцы и по форме, и по вкусу, и по цвету. А у меня на сегодня все. Я желаю вам самых лучших урожаев. Всего вам самого хорошего. И всем пока.